Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет У него пропала жена У него пропала жена, и он теперь пытается ее найти Осмотреть рыбу Простите, что я оторвал вас от утреннего лова, док Красавица, верно? Конечно, доводилось мне ловить и крупнее, вы уж поверьте старому рыбаку Но это очень даже ничего Это большеротый окунь, если вы любите удить на живца, это ваша рыба Ну а если идете на семгу или форель, то ловить надо нахлыстом Увлекайтесь рыбалкой, а, мистер Уэйкл? Но думаю, это не важно, природа отлично успокаивает нервы А меня в это время года от воды не оттащишь все равно, что в рай Берем на слово, док Да, хороший ты, док, рыбак Такой добренький дедушка, да? Интересный Но с ним мы тут засиживаться не будем, если бы у него еще было пиво Сара хочет с вами поговорить Я знаю, я тоже хочу с ней поговорить Если бы у тебя, дедуля, было пиво, я бы с тобой еще тут за компанией бы, может быть, присел бы С этой рыбкой бы, мы бы быстро разобрались с тобой напополам, да? По-братски А пива у тебя нет, поэтому Пойдем спасать жену, потому что Жена сама не выплывет И уже, наверное, никогда не выплывет, если Я промедлю еще дольше Шериф у нас, видимо, здесь Ого! Где шериф? Поговорить с Сарой, то есть нам туда или туда или сюда Давайте везде походим Спасибо, мисс Уивер, что провели Проверили освещение И вовсе не оказываю кому-то любезности, помощник Грант Эти лампы скоро нужно будет менять В темноте вы их заменить не сможете Я за этим обязательно прослежу, мисс Уивер Всего вам доброго Прекрасно Я еще вернусь попозже и напомню на всякий случай Я просто не знал, что это эта бабулька Мистер Уэйк, шериф ждет Вас в кабинете прямо по коридору Так бы я сразу ее обозвучил бы как надо Это Синтия Уивер Ее, пожалуй, можно назвать городской чудачкой Когда-то она была редактором местной газеты Но теперь увлекается другими вещами Она бы хорошо устроилась в моих родных Чем-то там Как видите, она несколько помешана на состояние освещения Во всем городе Никогда не наступает на тени и все такое Когда-то она написала в своей газете о всяких поразительных вещах У Брайт-Фоллс богатая история Впрочем, у какого городка она бедная? Ну да, согласен У какого городка она бедная? Что здесь можно найти еще интересного для меня? Все пока похожи Мистер Уэйк, шериф ждет Вас в кабинете Да, я знаю Подожди, бабуль Это Синтия Уивер, интересная бабушка Видите? Что нам... Элис пропала Мне требовалась помощь, чтобы отыскать ее Я не мог ее бросить Да, я же тогда буду самым херовым мужем Видите, что происходит? Получается Это бабулька? Синтия Уивер Она что-то знает Или что-то чувствует У нее есть какая-то чуйка Потому что она не наступает на Темные углы Везде следит за светом Может, она реально что-то знает Да, это Маллиган Мы с Торнтоном на бензоколонке Стаки Его тут нет Прием Подождите, подождите, подождите Так, так, да, это Торнтон Мы нашли карнавальную колесницу Она здесь Хорошая новость, верно? Стаки должен был рулить на ней Во время сегодняшней репетиции Прием Дай-ка сюда Это Маллиган Такое впечатление, что в гараже был погром Прием Ладно, все Вас понял, парни Продолжайте искать Стаки Конец связи Эх, ребята, не найдете вы Стаки Не найдете Стаки уже на том свете кочурится Потому что его нашел я Ну или он меня Элис видит тень Элис смотрела в объектив, выравнивая кадр Озеро Колдрон было невероятно красивым Вдруг она заметила в тени за домом какую-то фигуру Кажется, это была женщина, стройная в черном платье Элис запустила камеру и посмотрела в ту сторону Никого Только пустые, по форме отдаленно напоминающие человека Элис покачала головой и рассмеялась Видите, на что она намекает Это та бабка Под вуалью Черная Скорее всего, она же во всем виновата Она же нас подсунула В этот дом Заманила Сволочь такая Читать Разыскиваются Ричард Баух, Брюс Дански, Джейкоб Миллер Не вернулись вовремя из туристического похода И не выходят на связь Если вы видели их Или вам известно их местонахождение Позвоните по номеру 555-9932 Спасибо Я больше чем уверен, что Этих ребят уже захватила тьма Их уже не спасти И скорее всего, я их уже избавил от тьмы И расстрелял Разыскивается мужчина Пропал без вести 20.06.07 Отличительные призраки Признаки Мастер побеждать в состязаниях Эммм Ладно Вот офис шериха Ну пошли Входите, мистер Уэйк Ваш телефон на столе Аккумулятор был разряжен Мы его подзарядили Спасибо, Сара Вы уже начали искать мою жену? Мои люди уже взялись за дело А теперь вы можете рассказать мне, что случилось? Не уверен, не могу вспомнить Мы поспорили, я вышел из дома Из дома на озере Колдрон? Как вы оказались на заправке шатаки? Я хотел рассказать ей о том, что случилось в прошлой ночи, но не мог Она бы упрятала меня в камеру Неизвестный номер Извините, мне нужно ответить Алло? Алло Алан, пожалуйста, помоги мне Элис? Ничего не рассказывай полицейским Если хочешь ее увидеть в свою жену Будешь делать все, что я скажу Кто это? Иди на заднюю стоянку Там слева в заборе дыра Загляни в старую тачку Я там кое-что оставил, чтобы ты убедился, что мы все из одной истории Когда отвяжешься от копов, встретимся в парке Элдервуд Там есть место, называемое пиком влюбленных В полночь и без глупостей, приятель Мы следим за тобой Мне нужно на воздух Шериф сказал, что можешь выйти Конечно, мистер Уэйк Пройдите по коридору мимо камер Не обращайте внимания на Уолтера Он у нас завсегдотай Я думал, он бросил пить навсегда Увы нет Загулял им до полусмерти и сбил Дэнни А проставшись, начал вот так орать Это ж наш док Мистер Уэйк, пройдите через ту дверь по коридору Выйти на задний двор А вот сюда нам надо Эй, эй, мистер, можете свет включить? Помощники шерифа ничего не понимают Они меня даже не слушают Мне нужно, чтобы было светло Мне нужно, чтобы было светло Кто ты такой? Видимо, этот чувак тоже что-то знает Он знает об этой тьме Которая поглощает этот город по ночам Эй, эй, помогите мне Включите свет Эй, эй Кто-нибудь Мне плохо Это ужасно, я больше не могу сидеть в темноте Темная сущность в закусочной Хотя она и носила человеческое обличие, но назвать темную сущность разумно изначило отременить человеческое понятие к тому, что было совершенно чувство всему человеческому Тем не менее, она нашла единственное достаточно темное место во всей закусочной Свет, льющийся в коридор, страшно мучил ее, но она терпела Писатель скоро исправит положение А он направляется в то единственное место, где власть все еще принадлежала ей Дайте-ка я предположу, темная сущность это та самая баба Или нет? От утреннего света резала в глаза, и болела голова По телефону мне велели пролезть через дыру в заборе слева Забор я вижу Так, а что еще я вижу здесь? Может есть листики какие-нибудь? Радио, там кофе, машина Я могу ее угнать? Ай, это же не ГТА Я забыл Звонивший сказал мне найти дыру в ограде за полицейским участком Там сброшено в автомобиле, он что-то мне оставил Что ж, земляки, закончилась еще одна долгая ночь И пора нам на время распроститься Видит Бог, мне нужно поспать Эх, и напоследок вот еще что Для шерифа ночь выдалась напряженной Несколько разбитых окон, даже сообщение о стрельбе на Майон-стрит Помощникам шерифа Маллигану и Торнтону пришлось разбираться с двумя перебравшими молодыми людьми Которые отмечали постройку своей карнавальной колесницы Впрочем, такое бывает ежегодно Я знаю, это здорово, когда праздник на подходе И все же лучше поберечь силы для торжества А стрельбой развлекаться на соревнованиях Согласны? Зачем торопиться-то? Да, правда, лучше на соревнованиях развлекаться стрельбой А пока что не развлекаться вообще Пока что аж чем-то дозаниматься-то добрым жителям города Бухать И все И не пострелять никого Так, там нас ждет что-то Что нам оставили, да? А здесь чего? Ничего не видно Ладно, погнали сюда Тут тоже ничего А где дыра в заборе-то? А вот Так Вот та машина На переднем сидении лежали водительские права Эли Звонивший шуток не шутил Это же ее водительские права, черт Может это какой-то мент Который забрал их у нее Барри? Ал, Ал, слава богу, где тебя черти носили? Неделю не могу дозвониться, дать ее не до Элис Я жутко волнуюсь, вылетел вчера Я здесь, в Райт Холлс Барри, слушай, я в участке шерифа Приезжай и забери меня отсюда Сейчас не могу говорить Ал, что за чертовщина? Я должен был убедить шерифа отпустить меня Меня ждала встреча с похитителями Элис в парке Элдерву Хорошо Сейчас пойдем к шерифу Так тогда, да, Эли? Как? Уэйк на Лаверс Пик Похититель выстрелил в последний раз И тень растаяла во тьме, из которой явилась Вот видишь, Уэйк, ничего особенного Сама мысль о том, что Элис в руках у этого человека была отвратительна Мы стояли на деревянной площадке Лаверс Пик За спиной у нас была гора и водопад По высоте над головой мерцали красный маконькир радиомач Меня так и подмывало нанести удар, но я заставил тебя заговорить Давай перейдем к делу Где моя жена? Такие нехилые спойлеры, да? Того, что будет Скоро, очень скоро Пошли пока в управление Опа Писатель — это свет, который выхватывает из тьмы очертания воображаемого мира Творит его из пустоты Так же, как скульптор вбояет статуи из пуска гранита Если я остановлюсь, то мир, который я создаю, погибнет Тьма вновь проглотит его Впереди долгий трудный путь в темноту На кону жизни Элис, но нельзя об этом думать, иначе я не выдержу Ужас прячется на грани восприятия Я не сдамся Сейчас все возможно здесь Я закончу историю, я спасу ее Шикарно Вот чем я занимался все это время, неделю Не искала Элиса, а говорил Я ее спасу, я ее спасу А в итоге Что с тобой, чувак? Ты еще живой? Да, живой А в итоге спасает только сейчас Давайте ему свет включим Ты ж света просил Надь тебе свет Прекрасно, Сара Я только хотел уладить все неприятности, которые братья Андерсен и могли нечаянно причинить время своей неудачной прогулки Вам уже легче, мистер Уэйк? Я бы хотел уйти, я свободен Но нам еще нужно поговорить о... Я что, арестован? Нет, конечно Но мне нужно знать, где вы будете, чтобы можно было с вами связаться Я бы не рискнула поселиться в мотеле И в Мажестике просто огромные тараканы Но в Элдервуде есть что-то там, это мне подходит Я доктор Эмиль Хартман Предлагаю вам остановиться в доме у озера Холдрон Вы говорили с моей женой? Я имел удовольствие несколько раз побеседовать с ней о вашем положении Вы с ней об этом чем-то договаривались? Я пригласил ее сюда Моя клиника это место, где... О, боже! Полегче Эй, никому не двигаться! Руки прочь от моего клиента! Кто ты? Я Барри Уиллер, его агент Если у вас дело к мистеру Уэйку, обращайтесь ко мне У меня на готове целая свора адвокатов И вы, мусланы, даже оглянуться не успеете, как окажетесь, все за решеткой Все в порядке, Сара, со мной все хорошо Я не хочу предъявлять обвинений Мое предложение остается в силе, мистер Уэйк Вытащи меня отсюда Что это, черт побери, было, Алл? Только повторения этого случая с папарацци нам не хватало Я думал, тебя посадят Мне нужно было выговориться, я все рассказал Барри Он уже было подумал, что я не вменяем, но когда услышал про рукопись, у него мигом загорелись глаза Я что-то написал, пусть даже сам того не помнил Для него это было главное Он почуял наживу И он поверил в похищение Элис Остальное уже было неважно В полночь мне предстояло встретиться с похитителем на Леверс Пик, где-то в национальном парке Элдервуд Мы решили снять себе дом Мне это не нравится, Алл Мне вообще ничего не нравится, это плохо Да что там, это просто ужасно, хуёво Мистер Уэйк, Барри, вы его нашли Привет, Роуз Ух ты, я как раз тоже воздумала Я несла Расти кофе Он на балконе с Максом, бедняжка К сожалению, мне уже пора Рада была с вами увидеться, мистер Уэйк, до встречи Что ещё за Макс? Вот дурочка Что ты нападаешь на всех подряд? Она не виновата Это очень хорошая девушка Кроме того, твоя поклонница У неё даже есть сайт, посвящённый тебе И она мне здорово пригодилась, когда я тебя искал Ну правда, Алл То, что ты говорил в машине, полный бред Что ты взял, да и застарил человека А труп просто взял, да и исчез Я когда в последний раз спал, или ты обкурился? В случае, я не пил? Нет Послушай, Барри, у меня неделя выпала из жизни Кто-то похитил Элис И всё так Сам ты понимаешь, как это звучит? Я не имею ничего Иду плохого Отличная история, мог быть Но когда ты начинаешь путать вымыслы с реальностью Это верный признак, что пора в жёлтый дом Жди здесь Ай Никто не верит Все какие-то долбанутые Или я, может, реально долбанулся Может быть Это всё плод моего воображения Ну как так, реально Жену похитили, а он сидел, получается Сколько там Почти неделю писал страницы романа Потом разбросал их и теперь их находит У него какая-то шизофрения Это что, монумент? Это типа Реликт Скелет колумбийского мамонта Это особь, возраст которой по оценкам составляет около 14 тысяч лет Была найдена в асфальтовых озерах Озёрах Ла Брея В 1981 году А в 1998 он был подарен национальному парку Элдервуд Когда колумбийский мамонт стал государственным ископаемым штата в Вашингтон Его нарекли кривозубым Чарли И с тех пор он является официальным талисманом парка Вот так вот Кривозубый Чарли Привет, Чарли Может ты знаешь где Эллис? А то я уже совсем тут запутался Я уже не знаю где реальность Может это вымысел, а вот там где люди умирали и исчезали Это реальность Всё слишком сложно Что за медведь? Не ясно Термос с кофе Ну одно хорошо, что приехал Барри Хотя бы мне с ним будет веселее Он такой Заводной мой друг Агент к тому же Помогает мне Это радует А такой неплохой бы дом сняли На горке Над шоссе Над дорогой Там вон стоянка А это, так понимаю, Расти Фиши, малыш Я уже почти закончил Эй, Расти, правильно? Вы сдаете коттеджи? Мистер Уэйк Я бы пожал вам руку Но у меня они, как видите, заняты Вообще-то извините Что опять вас прошу Но не могли бы вы принести бланк регистрации со стола? Он напротив кривозубого Чарли Да, конечно А что случилось? Чёртовы браконьеры Макс попался в капкан Их здесь запрещено ставить Да и вообще не положено Опутиться на территории парка По некоторых подлецов Это не останавливает Ну, хотя бы с Максом всё будет в порядке Ему повезло Бедный Макс Макс ещё не отошёл от укола И мне бы не хотелось Оставлять его одного Бланк лежит на столе Напротив скелета Мамонта Скелет Мамонта И мы знаем, где это Сам подумай Ал, ну нельзя просто взять и пойти навстречу с Крестителем Такие истории всегда заканчиваются катастрофой Тебе нужно пойти в полицию Она моя жена И на мой долг Давай поговорим об этом потом Нет Вся эта история Слушай, ты ведь ударился головой В смысле, господи, Ал Сам посудить Боюсь, а стороны всё это смазывает на полный бред Если ты пытаешься меня разыграть или напугать У тебя получается Ага, давайте все посмеёмся над Барри Ну всё, я купился Шутка удалась Уже можешь прекратить Вообще-то я не шучу Баррис Ты так считаешь, что Лучше езжай домой А вот и бланк Отдадим его Расти А что вот здесь вот? Выйти нельзя Окей Баррис, стой, сволочь, здесь Вот бланк, который вы просили А вот ключи Это всё, мистер Уэй Рад, что вы решили тут остановиться Спасибо Не подсказываете, как мне добраться до Леверс Парк? Конечно Туда ведёт тропа для туристов Просто идите по тропе и придёте Лёгкая прогулка Отличное место, кстати А, это же Расти этот Я помню его Если не сумеете найти Смотрите на радиоматч Что прямо под ней Да, если захотите прогуляться по лесу Смотрите под ноги А то получится как с Максом Я просто немного беспокоюсь У нас тут уже несколько туристов пропало Они, конечно, не обязаны отмечаться Но с этими капканами В общем, я просто не хочу лишних проблем Понятно, спасибо Добродушный чувак от Расти Он у нас такой Это мы его в первой серии видели в кафешке Я ещё тогда думал, что он шериф А шериф у нас оказывается Женщина Сара Слушай, Алл Ты хочешь, чтобы я поверил Что ты испарял парня Который бах и растворился в воздухе Парня, который Не брали пули Пока ты не посветил на него фонариком Те, кто рассказывает такие истории Потом обычно оказываются в комнатах С мягкими стенами Привязанные к койкам В белых рубашках С длиннющими Связанными рукавами И с диетическим питанием В виде таблеток Алл Ты сам всегда насмехался Над людьми Которые верят в подобную чушь Ты же скептик В прошлом месяце Ты мне прочитал Часовую лекцию О гомеопатии Как ты говорил Пока нет доказательств Всё это полная чушь И точка Что ж, теперь можешь Ладно, удачи Ладно тебе, Алл То есть, хорошо Может, с тобой правда случилось что-то странное Спасибо, что веришь Всем сердцем Я просто говорю Что и ты должен меня понять Бестселлер Что бы ты подумал На моём месте Где это видно Разгуливать ночью с оружием в руках Тебя никто не просил приезжать в баре Или ты мне помогаешь Или иди обратно в Нью-Йорк Решай сам Я же говорил Барри, Барри Неверующий ты Алл, это же бред Алл Ау Нужно пойти к шерифу Или позвонить в ПБР Чёрт тебе побери, Барри Они же её убьют Барри, чёрт Это даже не обсуждается Я иду в Леверс Парк Он сказал приходить одному Хорошо, тогда ладно Да, я понимаю Но ты мой лучший друг И я боюсь, что ты не совсем в себе Скажи, как тебе помочь Я это сделаю Жди меня здесь И если я не вернусь до утра Вызывай подмогу У Барри, видимо, на что-то аллергия Только поаккуратнее с местными, Алл От этих деревенщин всего можно ожидать Туристов все ненавидят А то будет как в избавлении Будь здоров Местная природа хочет меня угробить Здесь наверняка везде плесень, споры Ядовитый плющ Чебок знает, что ещё Совершенно не стоит комиссионных 15% Не стоит, не стоит, Барри, всё, сиди Или спи Знаешь, куда тебе засунуть этот фонарь? Запри за мной дверь Да, да, ты иди, делай, что должен Со мной всё будет уже в порядке Хотя я и буду совсем один В доме из фильма ужаса Господи, какой ты нытик Хуже бабы Не дай бог, чтобы ты был Чьей-то женой, Барри Женой, вот именно, женой На мужа ты не тянешь Так, ладно Идти к Леверс Парк То есть нам, видимо, сюда Больше ходов тут нет А вот эта дверка Очень смешно, Ал, очень смешно Ха-ха, спасибо Я просто буду сидеть в комнате и ждать тебя Ой, да ладно тебе, успокойся Пока меня не согрёт какое-нибудь чудовище Ты ж в чудовищ не веришь Сиди И жди И не тринди Много Барри Так Ну что, пошли Спасать жену Я буду ждать тебя здесь, Ал Буду держать оборону Но духом я буду с тобой всё время, Ал Я запираю дверь Господи, запирай уже Вороны эти Ну вот мы и на пути к Леверс Парку Так, что нас тут пишут? Ого, сколько всего ещё нам находить Барри думает, своём ли уме о Уэйк Барри никогда не ладил с Элис Но знал, что Аллан любит её до безумия А теперь с Элис что-то случилось И вот Алл вооружился пушкой И говорит вещи, за которые людей сжают в палаты, обитые войлоком Как будто у друга случился сильный психоз Напрочь, отгородивший его от реальности Барри был до смерти напуган Конечно, любой бы испугался на месте Барри, наверное А Барри ещё с его характером реагирует вообще острее всего Так что пусть лучше сидит дома, я сделаю всё сам И надеюсь, верну Элис целой и невредимой Использовать У Барри были ключи, взятые на прокат машины До туристской базы было недалеко, а в лесу машина бесполезна Ну да, это верно Машина нам здесь не поможет Ну вот, в принципе, снова здесь на Bright Falls спустились сумерки Это означает только одно Что опять повыскакивают всякие тёмные личности Я знал, что нужно было пойти в полицию Я, конечно, оглупил, но я зовился на Барри за то, что он попытался меня отговорить Эти сволочи ведь не побоялись позвонить мне прямо в управление шерифа Копов они бы не испугались И у них была Элис Вот, так вот Всё темно, сейчас опять все повылазят И будут меня хотеть убить Поэтому Думаю, что Alan Wake уже пойдёт в следующей серии По этой дорожке К Леверс Парку На место обмена И начнётся тотальный ППЦ Да, на сегодня всё В описании у нас под видео Ссылка на плейлист, на канал, на твиттер Подписываемся, ставим лайки Увидимся в следующей серии уже С вами был Морган Будем спасать дальше Элис А пока что Всем пока-пока До новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»